А где-то рядом оно, море. Слышишь, как оно стыхает? Какое оно, море. Наше с ним свидание назначено на сегодняшний вечер. Первое и долгожданное свидание стало началом большого головокружительного романа, вспоминает Людмила Кузьминична, в прямом и переносном смысле. Учительница русского языка и литературы вышла на пенсию после 30 лет преподавания в школе. Я ощутила вкус и запах свободы. Я мечтала о путешествиях. Но плавать не умела. В детстве едва не утонула и панически боялась глубины. Попробовала держаться на воде с помощью надувных нарукавников. Однажды обнаружила, что плывет без них. И затем, надев маску, с головой окунулась в новое захватывающее занятие. Я увидела такое, такую красоту. Я заболела морем. Море – это другой мир, неизведанная вселенная, уверена Людмила Кузьминична. Под водой она ощущает себя иначе. Немного ребенком и немного русалочкой. В походном сундуке, как положено, таятся сокровища. У меня хранится уникальная коллекция. Такой головного отсечения нет ни у кого. В бутылочках вода из Красного, Южно-Китайского и Средиземного морей. Из Индийского океана, Венецианского канала и реки Нил. А кроме того, белый песок с Мальдивского пляжа. Шарики соли из Мертвого моря. Но самые яркие мгновения навсегда удалось остановить с помощью камеры для подводных съемок. Серию вот этих фотографий я назвала «Танцы на рифах». Рыба-ангел. Очень красивая. Одна из самых красивых. И название – это ведь ангел. За эту серию Людмила Кузьминична получила звание лауреата конкурса фотохудожников России. А следующим крупным произведением стал фильм с библейским названием «День пятый», вышедший в финал самого престижного конкурса, посвященного дикой природе «Золотая черепаха». Пятый день – это Ветхий Завет. И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся. Ну, в общем, вот этот стих. Но не разом я его сделала, а за много-много лет. Бывает, что в день, может, один удачный кадр какой-то. Может быть, с одним героем, если можно так выразиться, я познакомилась. Как-то под Новый год Людмила Кузьминична отправила диск с фильмом самому известному натуралисту страны Николаю Дроздову в качестве подарка. И вдруг телефонный звонок. И Николай Николаевич представился мне и с восхищением, с восхищением отозвался вот об этом фильме. Мало того, мы много раз перезванивались потом, а он сказал, вы знаете, надо писать книгу. Я говорю, Николай Николаевич, так уже! Короткие забавные путевые заметки мало-помалу превратились в солидный том. Вот это вот рукопись. Большая и толстая. Это мои живые эмоции. Пока вот слова не затерлись, пока эмоции не замылились. А знакомство с Николаем Дроздовым вылилось в полную взаимного уважения дружбу. С его легкой руки меня теперь называют не иначе, как мадам Кусто. Не вдова Кусто, а вот именно путешественница Кусто. Дорогие друзья, смотрите фильм, читайте книгу. Вы все, независимо от возраста, получите огромное удовольствие. Он предложил сделать видеокнигу. А я ему сказала, что исходников у меня очень много. Конечно, в фильм вошло далеко не все. И он говорит, озвучивайте. А я прокомментирую все, что вы там нафантазируете. Морские черепахи – это крупные черепахи, относящиеся к отряду черепах. Классу присмыкающихся образуют два самостоятельных подотряда. Рабочее название будущей книги «Мне улыбнулась черепаха» или «О чем кричал укушенный». Видеоверсию Николай Дроздов планирует после Нового года показать на телеканале о природе, который возглавит. Но, к сожалению, вещание охватит только Московскую область. А Людмила Кузьминична очень надеется на помощь меценатов, которые могли бы поспособствовать выходу печатной версии издания. Юлия Алексеева, Владислав Шашмаренков, СТС Челябинск.